Здрасте. Здрасте, добрый день. Как дела у вас? Слава Богу, день воскресный, мы в чат рулетки собираемся и благовествуем о Христе, людям рассказываем. Да. Православной вере. Что рассказываете? А что спрашивают, то и рассказываем, сейчас с солдатами общался, обсуждали вопрос, убийство на войне грех это или не грех? Что грех, то нет. Греф. Ну конечно убийство всегда грех. У меня, короче, отец, ну, отец тоже, это, православный там где-то. Как вас звать? Дело в том, что не каждый православный считает, что убийство на войне грех. В частности, даже митрополит Кирилл, он... Да, даже это логически подумать, что убийство это грех. Какая разница на войне, не на войне. Но это вы так понимаете. Видите, вам Бог открыл. А многие считают, что мы же не убиваем, мы же защищаем Родину. Это же героизм. Сейчас будет 75-летие Великой Отечественной войны, этих героев прославляют, и они и герои, и... И вот это, вот, министерство шествует... Да, ну что, как вас звать? Меня Сергей Павлович звать, а вас? Меня Вадим. А вы говорите, отец у вас где-то в православии, он священник или что? Нет, нет, нет. А кто он? Ну, я как это, я не знаю, как это объяснить. Короче, он, короче, бухал раньше. Его на реабилитацию отправили. И вот там, короче, что-то, он это, служит. В реабилитационном центре, да? Да, да, ну он уже все, типа, отреабилитировался. Сейчас, сейчас не бухает, да? Нет, даже не матерится. Уверовал, да? Да, да, да. Я могу, кстати, рассказать о вас все. Расскажите. А у вас Пупков фамилия, да? Истинно так. 16 августа день рождения. Истинно так. Ну, 71-го года, 56 лет он, да? Или сколько? Нет, 49. Ой, блин, точно. Ну, короче, вы 71-го года. Да, 71-го года рождения. Это вы по скайпу меня вычислили, да? Нет, нет, нет. А как? Ну, я просто маленько умный. Хакер, так сказать. Здорово, ни разу с хакерами не общался. А если, короче, допустим, ты, вот я, допустим, хакер, да? И вот у меня такая есть фигня, я, короче, у богатых, ну, ищу богатых людей и снимаю у них деньги с карты и отдаю бедным. Это считается как грех? Да. Понятно. Если тебе богатым брали... Только я... Ты свои, давай бедным, тогда греха не будет, а чужих отнимать не надо. Но они украли, как бы, это считается... Ну, есть такой фильм «Берегись автомобили». Смотрели, там один тоже главный герой воровал у богатых автомобилей, продавал и деньги отдавал в детский дом. И когда его судили, а следователь, который его дело вел, оказался его другом. И он говорит, товарищи судьи, он, конечно, виноват, но он не виноват. Но он отсидел этот... То есть, если тебя поймают, тебя посадят. По закону, по-государственному, ты вор. Ты вор. Вы меня не понимаете, как? Ты вор, ты должен покаяться в этом, понимаешь? Пока тебя не посадили. А из тюрьмы, может, ты выйдешь, не выйдешь, неизвестно. Лучше трудись. Зачем воровать у богатых? Им Бог дал богатство, они, конечно... А в жизни можно каяться один раз только, да? Но если Бог позволит, то можно и второй, да? Ну, крещение, оно едино. В символе веры верую в единое крещение, во оставление грехов. То есть, ты один раз должен Богу пообещать, что ты никогда больше воровать не будешь. Но если так случится, и сатана тебе опять, как бы, скажет, да, да это не грех, они же сами воруют, да грабь награбленная, это у нас уже было такое. Я когда 12 лет, или 13 лет было, я, короче, каялся. А, то есть, совесть тебя уже подсказывала, что ты неправильно... Ты в этом же грехе каялся, воросток? Не, как бы... Да, я не знаю, я молодой еще был, я, считай, почти ничего не помню. И там, короче, пастырь, который был, там тоже у бати. У меня такой тоже, короче, покаяться. Мне интересно было, что-то вообще, как бы, я молодой. И все. Ну, он такой, ну, давай, говорит, типа. И вот. Ну... Ну, и про вручество было. Только я не помню его. Ну, ваш батя, наверное, он не у православных. Если вы говорите пастор, пасторы, они не у православных. У православных священники называются. Они вряд ли... Ну, там пастырь был. Там все. Папал... Пастырь, это самое. Вот так. Ну, вот сейчас электронные деньги, карты электронные. Мне тоже как-то раз звонили. Я уже пошел даже в банкомат. Чуть им было... Не сказал там этот код и все. Как-то они так... Мошенники. Такие же хакеры, наверное, как это. Я потом... Я думаю, надо позвонить, посоветоваться. Позвонил. Они говорят, да это обманщики, не звони. Они мою услугу, услугу мою увидели в интернете. И говорят, нет, нам надо вот... Они ничего не смогут без вашего согласия. Ну, они манипуляторы. Они на психику давятся. Они там говорили, что у нас там какая-то карта. Мы с этой карты надо перечислить, поэтому... А это что верить? Это вообще этому верить бессмысленно. Это все бред. Вот. Ну, а ты говоришь, хакер, а как ты у них у богатых воруешь деньги? С карты же или как? Ну, как мне надо узнать карту, номер. Я просто эту карту, короче, забираю. Или номер запоминаю. И, короче, отправляю людям. И эти люди, короче, ее взламывают, ломают. И это... Ну, эту карту украсть, короче, надо. И вот. И за это мне платят деньги. То есть, считай, больше половины суммы и сколько находится на этой карте. А, ты пластиковые карты воруешь. Карманник, получается, да? Да, у меня руки, это... Заточены под это, да? А, да. Еще при этом хакер. Ну, ты на всем, как бы, это самое. Ты еще не сидел в тюрьме-то? Нет. Понятно. Что ты снимаешь? Оп, на коз. Кайся, кайся, пока не поздно. Зачем тебе это надо? Надо своим трудом жить. Я тоже воровал, покаялся. Сейчас. Своим трудом надо. Господь говорит, в поте лица будешь зарабатывать хлеб свой. А тут... Как так? Ну, можно с головой, а не физически. Можно головой. Вот это твоего труда польза должна быть. Ну, польза-то бедным есть, а богатым-то горе. Ты говоришь, он воровал, воровал. Ну, ты его уже осудил, а может, не воровал. Да и воровал. Ты-то почему должен воровать у него? Если ты считаешь, что воровство грех. Ну, я что, даю это бедным? Да бедным. Бедный он. Ну, то он был бедный, стал богатым. Чего? Чего, жизнь лучше стала? Вот именно. Да нет, наоборот. Я сейчас книгу, аудиокнигу «Печаль сатаныча». Она аудиокнига. И там как раз эта тема богатства и бедности поднята. Интересно там. Она на сайте у нас есть. Игнать Тихоновича начитал. Сайт «Во свете Библии» называется. Там «Печаль сатаны» Корелли. Вот прослушаю ее. Там тоже один был бедняк и ему внезапно наследство получил. И он стал супер богатым. Но при этом душа у него... И он вспоминает «Да лучше бы я бедным был, но честным, чем богатым». Понятно. Ладно, короче, быстренько полетел я дальше. Давай, не воруй больше. Не буду. Наверное. Спасибо. 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 Продолжение следует...